МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Ближайшие 20 минут мы вам расскажем. Жительница старания Надежда Остапенко на протяжении двух лет не может добиться справедливости. Какие претензии женщина имеет к служителю Амфимиды, смотрите в репортаже Амины Смаковой. Сегодня состоится матч Лиги чемпионов Батэ Борисов-Шахтер. Букмакерские конторы отдают предпочтение Борисовчанам. Подробности в репортаже Сергея Журавлева. В здании областного суда состоялось очередное слушание по печально известному делу регрессников. О том, какой вердикт вынес судья, в репортаже Марка Бюшко. 5 килограммов гвоздей и несколько километров цветных нитей понадобилось волонтерам общественного объединения САУ ОПАК, чтобы провести необычную акцию. Причем здесь гвозди. Об этом вы узнаете из сюжета Сергея Высокосова. Регрессники выиграли суд. На очередном заседании в областном суде было вынесено окончательное решение по печально известному делу шахтеров. Суд обязал компанию Арселор Миттал Тимиртау выплатить профсоюзу угольщиков Курхау все задолженности. О том, как проходило слушание, расскажет Марк Бюшко. В самом большом зале областного суда яблоку негде упасть. А все потому, что сегодня состоялся судебный процесс по делу рекрессников профсоюза Курхау. После двухчасового изнуряющего слушания зал наполняется всеобщим ликованием. Победу в этом затяжном споре одержали шахтеры. Суть нашей жалобы сводилась к тому, что работники должны получать не только ежемесячные выхваты, а и получить единовременное возмещение ущерба в зависимости от процента степени утраты трудоспособности. Горники рады до глубины души. Повернуть хоть дело в нужное русло, помимо всего, по их мнению, помогла вчерашняя забастовка. Шахтеры собрались у здания департамента Арселор Миттал Тимиртаус, с требованиями выплачивать им положенные по закону деньги. То легенд Бейсимбек был среди несогласных. Мужчина желает нынешним шахтерам, в случае чего, не повторять их ошибок и не связываться с альянсом. Огромную благодарность мужчина выражает департаменту по социальной защите. Наконец-то восторженствовала справедливость. И мы очень надеемся на этот опросный суд. Юрист компании Арселор Миттал Тимиртау отказался комментировать ситуацию, покинув здание суда крайне огорченным. Уже к следующему вторнику в профсоюз угольщиков должны прийти постановления суда. По нему в течение двух месяцев компания Арселор Миттал Тимиртау должна выплатить регрессникам все, что причитается им по закону. Судебное решение вынесено в пользу регрессников. Эта история действительно поражает. Остается надеяться на то, что подобных ситуаций больше не повторится. Марк Бешко, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Виновники аварии, в которой два года назад погиб 15-летний подросток, до сих пор не наказаны. Семья из Сарани все это время обивает пороги правоохранительных и надзорных органов в надежде добиться справедливости. Вина зачинщика ДТП, который, к слову, является военным, доказана. Однако уголовное дело не сдвинулось с мертвой точки. Кому закон не писан, узнавала Амина Смакова. На этом самом месте на трассе Старанской два года назад произошло ДТП, в котором Надежда Остапенко потеряла сына и сама получила травмы тяжелой степени. С момента аварии прошло уже два года, однако виновные этой страшной трагедии так и не наказаны. Нет, не ругают, что я не хожу к маме. Это не хочу, что она вообще хотит. Надежда Остапенко – мать погибшего Саши. На могиле сына бывает редко, тяжело вспоминать тот день. Трагедия произошла 1 октября 2011 года. Вечером мать и сын возвращались из Тимиртау, сели в такси на ДСК. Возле Саранской шахты таксист врезался в автомобиль военных. Транспорт стоял на дороге без аварийного сигнала. Свою вину водитель военной машины признал, но наказание не понес. Необходимо было произвести еще ряд следственных действий. Это дополнительный следственный эксперимент должны были произвести. Но его произвели спустя, скажем, 8 месяцев. Это аж в мае 2013 года. В начале мая. Естественно, это неправильно. Мать погибшего подростка до сих пор не может оправиться от пережитого шока. К слову, она и сама пострадала в этой аварии. Многочисленные переломы, сотрясение мозга – все это есть в медицинском заключении. В прокуратуре города Сарань, куда обратилась женщина, на это внимание не обратили. Я зашла к нашему прокурору Ахмеджанову в городе Сарань. Когда я зашла, я говорю, я по аварии воинской. Так это же давно было. Он так удивился, как я до сих пор бьюсь, как я не заткнулась, как я хочу добиться правосудия. Почему следственный эксперимент провели лишь спустя 9 месяцев, пострадавшей и ее правозащитнику до сих пор непонятно. Тем не менее, дело по факту ДТП все-таки возбудили, пояснили в надзорном органе Сарань. В настоящее время, значит, по результатам проведенных экспертиз и следственного эксперимента было установлено, что виновником ДТП, значит, является военнослужащий. Поскольку по данной категории делам производство производится военно-следственным управлением, мы данное дело передали в главную военную прокуратуру для определения последствий. У Надежды Остапенко еще трое детей. Трагедия изменила судьбу всех. Старшему сыну учебу пришлось бросить, чтобы ухаживать за еще не оправившись от горя и травм матери. Сейчас в семье Остапенко важно, чтобы виновник ДТП понес наказание. Те, кто занимается этим беспределом, посмотрели мои глаза не так по телевизору, а просто мои глаза. Чтобы они боялись Бога, когда делают беспредел, думали о своих детях, о своих семьях, когда чиняют это. Амин Смакова, Жеслан Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Середина лета. На рынках, в магазинах появились бахчевые культуры. Медики и санэпидемиологи предупреждают, покупать ранние дыни и арбузы опасно. В инфекционную больницу Караганды уже поступили первые пациенты с пищевыми отравлениями. Как уберечь себя и своих близких от беды, пытались выяснить наши корреспонденты. Карагандинская областная инфекционная больница, как лакмусовая бумажка, реагирует на все изменения времен года. Летом поступает наибольшее количество больных с пищевыми отравлениями. Особенно страдают дети. До 25 человек принимает стационар после выходных дней. Есть здесь и любители больших полосатых ягод. Арбузное отравление вызывают пестициды, которые находятся в удобрениях и отвечают за быстрое созревание. Почему чаще заболевают дети? Дело в том, что как раз дети чаще не соблюдают элементарные правила гигиены. Или точнее сказать, что взрослые родители, бабушки, дедушки и другие, взрослые люди, которые присматривают за ними, недостаточное внимание уделяют вопросам чистоты и гигиены. Все-таки кишечная инфекция – это болезнь грязных рук. К счастью, случаи отравления бахчевыми культурами пока единичны. Карагодинский оптово-розничный рынок Шигы спринимает ежедневно сотни тонн бахчевых культур. Их везут с южных регионов Казахстана и от наших ближайших соседей. Рынок полон овощей, фруктов, ягод. Сегодня покупатели привлекают полосатые красавцы. К ним у нас единственный вопрос – вы уже покупали арбузы? – Да. – Не боитесь? – Нет. – И как в они вам? – Вкусные. – А вы все арбузы покупаете? – Да. – Не боитесь брать? – Почему нет? – А вы все когда начинаете покупать арбузы? – Что? – Сотни, а вот взял. – Нет, не боюсь. Я вчера внук привез, ничего нормально было. Нормально было, вкусно было, сладко. – Неделю назад начала покупать еще? – И нормальные, да? – Нормальные. Это одна категория покупателей. И у них есть на то основания. Не только вера в авось. Службы контроля на рынке работают день и ночь. – Это надо брать на рынке. На рынке здесь все-таки проводится определенный санитарный контроль, лабораторный контроль за содержанием нитратов. Здесь работают две лаборатории. Одна – ведомственная лаборатория, это фирма «Джаутрейд». И лаборатория Карагандинского областного центра экспертизы. Они ежедневно здесь находятся. Как не отслеживай качество продукции, каждый арбуз все равно не проверишь. Физически не получится. А ранние плоды и ягоды практически все имеют повышенное содержание пестицидов. – Арбуз каждый выбирает по собственному усмотрению. Кто-то проверяет на мелодичность, кто-то хвостики, кто-то жмет, кто-то мнет. Но самое главное, мы не сможем никогда определить нитраты в этом арбузе. Для этого нужна лаборатория. Таких лабораторий на рынке Шегис две. У нас арбузы и дыни, когда только впервые здесь появились, были очень большие нитраты. Составляли 227, 228, 320 даже было. Мы за голову брались. И вот еженедельный контроль за вот этими арбузами и дынями, они еженедельно начали снижаться. Ведется специальная таблица по нитратам. Лаборатория оснащена переносным мобильным анализатором. Каждый день проводится до 40 экспертиз. Это дает результаты. Уже на настоящее время у нас идут арбузы и дыни при норме. Если у нас норма арбузов составляет 60, в данный момент я даже могу, ну у меня есть все это записано, 57, 52, 54, 59. Мы пошли на снижение. Каждый выявленный случай с высоким содержанием вредных веществ для человека в продукте доводится до сведения администрации рынка. А там уже решает, что делать. Фуры с товаром просто отправляются назад к поставщику. Самый опасный товар в арбузах – это нитрит матрия, который находится, используется как удобрение. И он, собственно говоря, при повышенном его содержании, естественно, может привести к пищевому направлению. Вторая категория покупателей критически относится к ранним бахчевым культурам. А ведь вторая категория покупателей ближе к истине. Лучше переждать и начать арбузный сезон чуть позже. И ни в коем случае нельзя покупать арбузы из земли. Если сейчас зафиксированы единичные случаи, то кто знает, в каких условиях выращивали и перевозили эти арбузы и дыни. И не дадут ли они толчок к эпидемии. А главное – надо соблюдать культуру потребления. Арбуз все-таки – это десерт. И надо знать, с какими продуктами его можно есть. И, конечно, после покупки его полосатую шкуру надо тщательно мыть щеткой. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Тимиртау посетил премьер-министр Казахстана Серик Ахметов. В план рабочей поездки входили осмотр объектов металлургического комбината «Арселор Метал Тимиртау», а также совещание с руководством промышленного магната по социально-экономическому развитию города Металлургов. Подробный отчет о визите главы Кабмина в Тимиртау смотрите завтра в репортаже корреспондентов Первого Карагандинского. Страшную находку обнаружил у себя в огороде житель Ботакары. Убираясь у себя во дворе, мужчина нашел ручную оборонительную гранату, сообщает пресс-служба областного ДВД. О гранате сам домовладелец ничего не знал. Сельчанин немедленно обратился в правоохранительные органы. Саперами одной из войсковых частей Министерства обороны граната была изъята и в дальнейшем уничтожена на полигоне. Забей свой гвоздь в наркоманию. Такие нестандартные призывы можно было услышать в минувшие выходные в Центральном парке Шахтерской столицы. Карагандинский областной центр формирования здорового образа жизни и общественное объединение САУРПАК проводили акцию, посвященную Международному дню борьбы с наркоманией. Итак, дорогие карагандинцы, на этой площади мы говорим нет наркотикам, да, здоровому образу жизни. И мы приглашаем вас всех сюда, к нам, в центральную площадку. Организаторы акции решили отказаться от формального ее проведения с обязательным официальным выступлением и раздачей брошюрок. Они решили основной упор сделать на интерактивное воздействие на участников. Ну а причем здесь гвозди? Так в этом и есть гвоздь акции. Кроме плакатов на площади расположили огромное тело мурежа сигареты. Каждый желающий и мог забить в нее гвоздь, но выразив при этом свое отношение к наркомании, алкоголизму и табакокурению, привязав цветную нитку. Каждый цвет соответствовал выбору отношения к проблеме. Подобное анкетирование очень наглядно показывало, как молодежь смотрит на пагубные привычки. Судя по цветам нити, большинство за здоровый образ жизни. Вот сюда и ушло 5 килограммов гвоздей, говорят, их даже не хватило. Около 600 человек забили свой гвоздь, выражая мнение о наркозависимости. Можно было даже сделать цветной оттиск ладоней для большей убедительности. Мы решили разыграть. Пусть это будет не просто день борьбы с наркотиками, пусть это будет игровой день. Поэтому мы придумали ряд конкурсов. Задуй наркотик в бильярдном поле, получи взамен сок, получи витамины. Для того, чтобы как-то забей на это, брось это и выиграй от этого. Куда как интереснее развивать легкие, задувая сигареты на бильярдном поле и получать призы, чем глотать дым. Или развивать глазомер, забрасывая шары в баскетбольную корзину. Все это весело, без занудства и норовоучений. А в подсознании откладывается, что радость от жизни можно получать и без разрушительных привычек. Конечно, были и выступления официальных лиц, был и концерт, были и вручения дипломов с призами участников легкотлетического кросса. Но все это легко, без нажима. Даже сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом удивили собравшихся. Они привели четвероногого специалисту по поиску и определению наркотических средств. На счету спаниеля Атоса не один десяток найденных тайных схронов. И сейчас на глазах зрителей он без труда определил, у кого, в каком носке спрятали имитатор героина. Здоровое будущее гораздо перспективнее и увлекательнее, чем темнота зависимости от вредных привычек. Сергей Высокосов, Батархан Смаилов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет мой коллега Берик Апаров. Он уже в студии. Берик, тебе слово. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin. Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Начинается квалификационный матч Лиги Чемпионов. Футбольный турнир не обошел стороной и наш город. Карагандинский шахтер едет в гости к Борисовскому Бате. Сегодня в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов Карагандинский шахтер в гостях встречается с Борисовским Бате. Букмекерские конторы отдали победу белорусской дружине, не оставив шансов карагандинцам. Несмотря на это, по словам директора букмекерской конторы Goal Plus Pass Тимира Вирдалина, среди посетителей букмекерских есть патриоты, верящие в победу наших земляков. Букмекеры всего Советского Союза и наши казахстанские и российские букмекеры придают предпочтение команде наших соперников БТ. Также про результаты данного матча мы решили спросить у жителей города Караганды. БТ выиграет. Какой счет? 2-1, думаю. Шахтер. 3-0. Ну, я как местный житель, естественно, буду болеть за нашу команду, за шахтер. За шахтер, конечно. Какой счет? 2-1. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берек. Наш выпуск подходит к концу. Напоминает телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, если у вас есть интересная информация. Благодарим за внимание. Всего доброго. Аман, сау, гонгздар. Редактор субтитров А.Семкин